В рамках проекта «Писатели России. 75-летие Мурманской области», проходящего при поддержке регионального правительства и некоммерческого фонда «Пушкинская библиотека» в Центральной библиотеке Мончегорска прошла литературная встреча с московскими писателями, с прозаиком, эссеистом, драматургом Евгением Поповым и литературоведом, литературным критиком Майей Кучерской. В диалоге с читателями приняли участие Александр Березин и Алексей Иванищев. Приезд в Мончегорск писателей такого уровня для читателей всегда, без преувеличения, настоящий праздник, огромная радость и большое счастье. Причем, судя по встрече, такие же чувства испытывали и гости, писатели из Москвы Евгений Попов и Майя Кучерская, для которых глубинка и периферия, как хлеб насущный, подпитка душевных и творческих сил, стимул к написанию новых произведений, переосмысление происходящего. Все мы, вся страна и люди, все опять в поисках радости, как называлось пьеса Виктора Розы, или в поисках счастья. Потому что сейчас, на мой взгляд, просто промежуточное время, так вот и все. И я не думаю, что там кого-то надо будет, потому что люди достаточно умные. Они оценивают все, что происходит, достаточно адекватно. Просто они теперь имеют возможность выбирать. В этом смысле сейчас степеней свободы гораздо больше. Литературовед Майя Кучерская – автор научных, научно-популярных и критических статей в различных изданиях. Поэтому о литературе она знает, если не все, то очень многое. Литература все делать не может. Она может действительно облегчать понимание этого мира. Она немножко может это делать. Делать более прозрачными какие-то запутанные, сложные проблемы. Рассказать о человеческих отношениях, как в зеркале их отразить так, что будет понятнее читателю самому про себя что-то. Вот что она делает. То есть она показывает картинку объемную, во многом зеркальную. А дальше уже дело читателя – эту картинку расшифровать, разобраться, понять, как-то спроецировать на свою жизнь. Общение с читателями проходило в форме «вопрос-ответ». Мончегорцев интересовало буквально все. Но в рамках отведенного времени многие вопросы, к сожалению, даже не были заданы. На мой взгляд, особую значимость имели воспоминания Евгения Попова о Василии Шукшине, с которым писатель был знаком лично и помнит каждое слово и мгновение общения с классиком. Я от него очень-очень много, я получил практические советы. Он мне сказал, тебе надо переезжать из Сибири в Москву. Я ему сказал, что что мне тут делать, когда я уже здесь был в Москве, там в редакциях одни волки сидят. На что Шукшин мне ответил, значит, я не буду употреблять слово, какое он употребил, потому что сейчас вышел закон о том, что сажать в тюрьму, кто матом, он ругается, вот сейчас его подписали в Думе. Он сказал, какие волки. Он говорит, волк – это бонеродное животное, шакалы, сказал он, и прибавил лицензурное слово. Литературная встреча писателей России 75-летию Мурманской области не могла не оставить у мончегорцев приятных чувств, которые, конечно же, будут храниться в душе, памяти и сердце читателей. Евгений Анатольевич Попов, вот он как раз и премию получил, большая книга, это ведущая премия в области литературы у нас в России за книгу, посвященную Василию Аксенову. Поэтому вот мы в библиотеке эту книгу имеем, мы ее прочитали, и очень интересно, потому что здесь речь идет о личности не только самого писателя, но и о личности Василия Аксенова, кто, в общем-то, хорошо известен. Ну а Майя Кучерская – это, в общем-то, женская писательница, и, соответственно, ее произведения больше связаны с проблемами семьи, любви, брака, счастья и несчастья, поэтому, в общем-то, интересно.